Я Саитова Рамиля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Сегодня 13 июля 2019 года. Вернее, ночь этой даты, утро еще не наступило. С чем связано вот это мое ночное видео? Конечно, с необычными обстоятельствами. 20 июня ЦИК Республики Башкортостан признал, что я выдвинута кандидатом на должность главы Республики Башкортостан. 11 июля, то есть уже позавчера, я подала документы на регистрацию меня кандидатом в тот же самый ЦИК Республики Башкортостан. Вот с этого дня я получила право выдвинуть своего члена ЦИК Республики Башкортостан с правом совещательного голоса. Я выдвинула свою боевую подругу, битую со мной в судах, коллегу по экологическому движению СтопКроношпан Ирину Курели. И в тот же день, 11 июля, мы с ней заявили о том, что Ирина хочет проверить листы поддержки кандидатов. То есть вот на сегодняшний день 8 кандидатов подали полные перечни 476 подписей муниципальных депутатов. И, соответственно, мы имеем право их проверки. С какой целью мы хотим их проверить? До нас дошла информация, ну, до меня мне ее передали. Вот я хочу показать, как выглядит подписной лист. Вот эти вот сведения, вот этот абзац, это сведения обо мне как о кандидате. Вот это мой подписной лист, отпечатанный в типографии в соответствии с законом. Вот такой же подписной лист, но видите, да, он слепой, вот он пустой. Вот сюда, после того, как, вот как и мне передали депутаты, то есть подписывали вот эти вот слепые листы о согласии поддержать кандидата. Вот, после этого вот у них собрали, и через принтер можно вот сюда вот вставить любого кандидата по усмотрению того лица, который завладел вот этими пустыми листами поддержки с подписями. Естественно, при проверке будет видно, что, ну, в принтер попали позже вот эти данные о кандидате. Кроме того, для того, чтобы депутаты проставили свои подписи, их, как правило, собирали в райцентре. Что это значит? Это значит, что на них оказывали давление. Представьте себе, вот такой массовый сбор, он же принудительный вот этих депутатов. Вот, а какое-либо принуждение депутата вот к проставлению своей подписи в листе поддержки, оно запрещено законом. И следующее обстоятельство. Представьте себе, вот за 10 дней Ради Хабиров собрал, ну, условно говоря, 500 листов поддержки. И его коллеги по парламентским партиям за две недели, ну, кто-то чуть подольше. Это вот нужно до 500 человек, причем не каждый ведь и согласится, то есть нужно обзвонить, связаться с гораздо большим количеством кандидатов, ой, депутатов. Вот, до них нужно доехать, вот до этой деревни, посадить, привезти в районный центр к нотариусу, там заверить лист и отвезти обратно. Вот, и вот так 500 раз. Естественно, так не происходило. И вот это нарушение порядка, оно в любом случае отражается на качестве подписных листов и на нотариальных записях. Вот это вот все мы хотели с Ириной проверить. Вот, как отреагировал ЦИК Республики Башкортостан на вот мои права, права члена комиссии Ирины Курели и наше заявление о том, что мы хотим проверить листы поддержки. На завтра, на правительственной телеграмме Ирину и меня известили о том, что, то есть уже сегодня в 13 часов состоится заседание ЦИК Республики Башкортостан, на котором, внимание, в повестке дня вопрос о, я зачитываю, о порядке хранения и передачи в архивы, а также о порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы Республики Башкортостан. Я полагаю, что на завтра, то есть уже на сегодня, готовится решение от ЦИК Республики Башкортостан о том, чтобы уничтожать листы поддержки сразу после регистрации кандидата на должность главы Республики Башкортостан. То есть листы поддержки за радио Хабирова и представителей еще трех парламентских партий, вероятно, будут уничтожены сразу после принятия решения, то есть завтра. Вот такие у нас выборы главы Республики Башкортостан, которые объявлены на 8 сентября текущего года.